канал о моделизме здравствуйте наши уважаемые подписчики и просто здравый люд не пугайтесь на ваших экранах картинка правильная и так давайте начнем с действительно серьезных вопросов в нашей культуре как-то не принято заботиться о технике безопасности такую заботу о себе признаком слабости что ли считают что вы думаете по этому поводу очень много сейчас детских кружков что по себе хорошо но на всех фотографиях мы видим что дети работают без масок красит шлифует правильно ли это и сегодня в нашей программе заместитель главного редактора журнала м хобби эдуард викторович чукаш здравствуйте здравствуйте уважаемые коллеги эдуард викторович у вас очень серьезный аппарат на голове благодаря этому аппарату собственно и происходит моё общение с моделями все дело в том что я как и все считал что человек вечен ну я в том числе поэтому я 40 лет совершенно безбожно курил недавно я обрел проблемы с легкими и выяснилось что мало того что пришлось бросить курить как бы да мне стали вредны всевозможные запахи раздражающие пыль и прочее нехорошее язычество отказываться от нашего хобби с вами совсем не хочется потому что я уже больше двадцати лет в нем без него себя не мысли поэтому пришлось заняться защитой органов дыхания в результате чего я и купил вот такую абсолютно так скажем защищающую маску и надо сказать что защиту она это очень хорошую в глаза ничего не лезет и в нос и в рот тоже ничего не попадает почему такая абсолютная защитная маска объясню вот здесь вы видите фильтры вот возьмем с вами снимем один фильтр и попробуем вскрыть его здесь мы с вами видим фильтр и сверху такая защитная ну что ли тряпочка так скажем да которые самые крупные капли какие-то частицы грубые пыли она как бы на себя принимает что фильтр как можно дольше оставался чистым и вот мы с вами видим результат изначально она была вот такая белая это не ободок она такая была такого цвета я покрасил три модели видите результат если не пользоваться а вот кстати видно что фильтр как раз вот белый это повторяют три модели и вы представляете вот без этой маски защитный да вот это все идет к нам в органы дыхания я в данном случае как бы да не говорю чтобы завтра все бросили заниматься модели измом или помчались покупать эти маски несчастны просто имейте ввиду что несмотря на удовольствие которое мы получаем от этого хобби она в общем несет себе даже некую так скажем малую толику опасности да потому что невзирая на то что легкие у нас самоочищаются как бы да там прочее прочее вот мы все равно подвергаем их некой опасности не во всех случаях нам нужна такого рода маска в некоторых случаях достаточно вот такой маски вот если вы обращали внимание вы обрабатываете какую-то деталь да ну да условно говоря ванна до нижняя часть корпуса танка вот вы ее шлифуете шкуркой вот если в этот момент обеспечить вам косое освещение и посмотреть так вдоль детали вы увидите что пыль стоит буквально столбом мелкая такая мелко-мелко дисперс на в общем полистироловая пыль как и пыль от смолы она тоже не несет ничего полезного для ваших легких до кроме вреда вот но в таком случае например на при обработке вам достаточно вот такой легкой маски чтобы защитить органы дыхания в принципе она как бы никто не обязывает вы такие маски видели в метро и в общественном транспорте когда люди защищаются от вируса от гриппа можно купить маску они очень дешевый как бы да посложней вот такого рода она тоже прекрасно защищает и нос и рот как бы да и ваши легкие вот причем они дешевые вы ее использовали две-три модели покрасили и выбросили почему нельзя доль долго пользоваться почему нужно следить за чистотой вот этих масок за чистотой фильтров есть такое явление перескок да кстати вот я забыл в некоторых случаях я использую вот такую маску отечественного производства вот но единственное что лучше такую маску полумаску купить все-таки импортную почему объясню она сделана из резины и когда ее надеваешь то непонятно что хуже нюхать вот эту вонючую резину отечественную или запах растворителя нашего изопропилового спирта иногда кажется что лучше изопропил поэтому если есть возможность не пожалеете денег купите полумаску импортным так вот явление перескока это значит что фильтр набирает в себя вот эти вредные вещества набирает 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 и все вроде как хорошо вы прекрасно дышите воздух чистый но в один прекрасный момент у него кончается возможность абсорбировать вот это летучее вещество да допустим растворитель и мало того что он не может больше защитить обеспечить вам защиту да и абсорбировать эти летучие вещества так он все накопленную вот эту дрянь да как бы да все эти запас вредных веществ он одномоментно буквально выплескивает вам в органы дыхания в легкие я на такое попался я однажды красил очень ядовитой краской стену и пользовался нашим обычным советским противогазом да вот и не следил за тем что надо менять банку с угольным фильтром вот у меня произошел такое явление перескока то есть он набрал себя массу вредного и потом мне это запустил легкие я мгновенно отключился потерял сознание вот хорошо как бы рядом работали люди они сняли сняют от противогаз ты как бы отошел но в общем не есть хорошо это здесь вы такого конечно не получите но сама зачем нам как бы неприятности на вот это то что касается вот такой прямой так скажем до защиты то есть вы видите степень защиты масса совсем простая посложней еще сложнее и ну и как я называю абсолютная защита потому что понимаете какая штука ведь это сейчас мы живы-здоровы да через какое-то время упаси господь можно когда это болеть как нам привязаться да и уже не будет возможности что ли такой заниматься нашим любимым хобби а на самом деле им заниматься можно потому что можно себя защитить от напасти под одной другой третий как бы да и обеспечить себе возможность заниматься любимым делом при а многие жалуются да нет возможности сделать рабочее место нет возможности подвести освещение хорошие да ну по разным причинам кого-то денег нет у кого-то просто реально нет возможностям аня в розетки рядом нет и тройника есть очень простая вещь как не испортить зрение но на тему много раз уже говорили да что нужно хорошее освещение там без теневые лампы красить только при дневном свете и прочее 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 вот но есть еще очень простой такой гаджет который вам поможет легко работать как бы не напрягая излишне зрение это вот такая лампа такого рода не разные бывают могут случая работает она вот вы включаете от освещения такое локальное да и она светит ровно туда куда вы смотрите и освещает как бы этот предмет вместо вернее вашей деятельности дополнительным светом и если у вас свежие батарейки то освещение довольно сильные и очень здорово помогает поверьте я многократно использовал его очень доволен особенно знаете вот когда надо работать таких местах куда надо куда-то вовнутрь что-то такое приклеить и свет туда не проникает на все ними как-то под лампу подлезать а здесь ничего подлезать не надо потому что вы сами светите туда куда вам нужно вот этого такая как бы еще одна защита до для людей которым допустим но не показано напрягать зрение лишний раз еще одна вещь такая вот мы говорили про прямую защита есть такая последняя защита я называю защита родных и близких моделиста когда мы с вами работаем особенно и орографом то краска летит во все стороны мелкодисперсная да если допустим вы немножко попылить и краску рядом с телевизором на модель а потом проведете чистой тряпкой по экрану вы увидите сколько прилипло туда этой краски соответственно это все разлетается по квартире более того по всей квартире разносятся так скажем вторичные явлениям вашей деятельности это запах запах он в общем не всем приятен так скажем да кто-то из ваших близких может возмутиться как долго ты будешь вонять в общем это же невозможно дышать нечем особенно зимой да как бы если холодно проверить проверить довольно сложно иногда там дети мало и прочее прочее так вот и в этом плане тоже есть возможность избегнуть так скажем таких неприятностей что домашних да мало того что в современные краски условия там сентами и до малопахучие вот есть еще и малопахучие растворители в частности такая вот тройка растворитель да мы не берем как бы там сон в этом таймиске еще какой-то растворитель фирменный да из-за пропиловый спирт в данном случае самый главный запах идет когда мы начинаем отмывать модель потому что не все пользуются каким-то фирменными средствами да многие предпочитают по старинке бензином или white spirit им работать вот вот бензин для зажигалок да он достаточно вонючий скажем тогда хотя вроде как зажигалка не должна пахнуть за счет чего как бы он что ли дружественен нам очень быстро он очень летуч очень быстро высыхает и соответственно прекращает пахнуть поэтому этот запах который он издает он как бы недолг вот но тем не менее он многим очень неприятен потому что он достаточно резкий запах но существуют растворители для аллергиков они производят их все практически в итальянцы голландцы доминами немцы испанцы и наши отечественные есть вот у меня например разбавитель санет разбавитель слабо пахнущий то есть он как бы не то чтобы совсем без запаха научить слабо пахнет или вот растворитель малевич да этот практически вообще не пахнет это растворитель для художников потому что у художников тоже есть люди которые как бы хотят писать картины да но запахи противопоказаны резки вот если мы будем это использовать у нас тоже практически не будет запахов за нашим рабочим столом да и наши домашние как бы не будут находиться к нам в такой обструкции не будут нас ругать и всячески угнетать причем есть но они есть как бы дорогие до импортные растворители которые совершенно без запаха или имеют отдушку да ну допустим запах розы лимона там кедровое дерево как простая вещь есть мы с вами допустим совершаем смывку или еще какое-то действие да и как обычно работаем палочками этими ватными для ушей и вот мы нанесли растворитель начинаем его стирать стирать смывать смотрим и доливаем на эти палочки все мой 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 запах 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 знаете как бы до запах спасибо себе от них вроде как чё тут помышь маленькая палочка такая вот вот представьте у вас скопилась модель у вас большая да вот такое количество использованных палочек они все обильно смочены растворителем вот этот вот склад как бы да он как раз и есть главные причины запаха потому что растворитель у вас завернут мы его использовали на завернули поставили так вот очень простое средство продаются вот такие пакетики там на грош можно миллион этих пакетов купить это для хозяек домохозяек для кухни вы их кладете в этот пакет заворачиваете и полная локализация запаха они у вас уже не пахнут вы его просто бросаете мусорное ведро и утром спокойно выносите вот простая вещь как бы да но поверьте они очень действенные зачем нам в момент нашего как бы хобби да в момент когда мы получаем удовольствие портить свои легкие портить свое зрение до доставлять какое-то неудобство нашим близким этого можно совершенно спокойно избежать и это только поможет относиться с уважением к нашему хобби да и нам получать как бы большего удовольствия не отвлекаясь на всякую ерунду и еще один маленький совет тоже вот из серии будьте здоровы товарищи моделисты в аптеках но не только в аптеках продаются перчатки обычные медицинские резиновые перчатки там надо подбирать подбирать по размерам как бы это довольно легко вам помогут все эти x и л и прочее нет ничего проще защитить ваши руки во время работы от красок от растворителей потому что у многих когда есть там кого-то там проблемы с кожей кто-то их получит непременно как бы до работой с агрессивными растворителями с агрессивными красками рано или поздно цыпки шелушение кожи придется этим кремом намазывать на ночь там и прочее прочее зачем когда легко и просто это защитить если сергей попрошу ручку и шариковая ручка у нас как бы в дополнение к этому очень простой совет такой крошечный ну или как бы с имитирует или карандаш какой-то а вот маркер замечательно тут какая есть маленькая маленький нюанс маленькая опасность как правило изнутри эти перчатки засыпаны тальком да и когда вы снимаете ее у вас страна обсыпанные тальком остаются снаружи вот вы положили перчатку как бы все потом приходите через какое-то время да и продолжаете пользоваться вы ее надеваете берете модель о боже она вся в белых пятнах которые практически не стираются потому что тальк очень мелкая мелкая дисперсия а все очень просто вы надели перчатку не той стороной простой способ выпрямить перчатку поэтому чтобы такого не происходило чтобы тальком не портили свои модели когда вы первый раз надеваете перчатку возьмите шариковую ручку да вот на этой стороне напишите простое слово вверх и когда вы снимете перчатку у вас надпись будет как бы нечитаема и вы будете понимать что перчатка вывернута не той стороной она должна так лежать чтобы она высохла потому что это все-таки резина да и от долгой работы как бы рука потеет и как бы следы пота остаются на перчатке через два-три дня когда все подсохло как бы да вы берете перчатку выворачиваете ее чтобы надпись была нормальный вверх дунули ну и дальше надеваете со всеми вытекающими причем не обязательно перчатки менять каждый раз вовсе не обязательно если даже перчатка испачкается краской грунтом там или еще чем-то это не страшно потому что она не будет сама оставлять отпечатков особенно это актуально знаете пользование перчатками когда модель уже окрашена и вы производите какие-то тонировочные работы или клеите декали если вы обращали внимание как когда вы берете готовую модель обычной рукой да ну как правило рука тоже немножко потеет и у вас потом вы видите что на поверхности остаются следы пальцев в виде популярных линий прямо вот как отпечатки в милиции да и самое страшное они порой очень трудно удаляются практически невозможно порой счистить так вот чтобы этого не было используйте такие перчатки как бы да и модель у вас будет всегда чистая аккуратная и свободная от всяких следов пальцев а сейчас я готов ответить на ваши вопросы спасибо большое мы обязательно это применим на практике ну не наверное давайте скажем руководителям клубов чтобы они все-таки следили за нашим подрастающим поколением и все-таки техника безопасности в клубах детских да это прежде всего да потому что знаете у меня жена директор школы как бы да у них тоже есть всякие кружки и вот выясняется что действительно количество детей аллергиков до которые вот не выносят резкие запахи какие-то вот такого рода вещи очень сильно увеличивается что тому виной неизвестно то ли проблемы с экологией то ли с пищей но тем не менее поэтому будьте как бы внимательно но и потом то никакая штука мы же никого не заставляем это мы просто поделились своим опытом с вами да если вам вы не считаете это смешным и ненужным да бога ради господи не используйте а если что-то вам понравилось из нашего опыта да то вы используйте его на здоровье как бы мы не против наоборот будем только рады если вы с вами что-то предложите эдвард скажите пожалуйста вот если вы говорили о пыли от пластика или смолы при шлифовке что можно использовать воду маску да скажем из подручных средств но самый простой да это как бы маска вы знаете самое простое средство которым я пользовался до того как вот перешел на все эти маски полумаски самое идеальное оказалось вы не поверите понимаете какая штука у всех этих полумасок такой момент лица то у нас иногда нестандартные и всегда остается щель небольшая куда запах и вот так скажем это мелкая красная дисперсия попадает и вы как защите что защищаетесь вы что не защищаетесь также страдают такого рода маски да они не дают абсолютного прилегания коже поэтому я использовал распушенную вату я брал обычную вату пушил ее как бы и засовывал в обе ноздри они так у меня торчали да это такой вид немножко смешной дураковатый набреть какая штука ведь я же не выступаю на телевидении как бы с этой ватой я занимаюсь своим любимым делом и какая мне разница к мне все никто не видит вот на но очень здорово помогала она здорово защищала именно вот от этой краски то есть после работы я вот когда вынимал эту вату вот она была такая же там зеленые желтые там черные или красные да и во всем случае я защищал себя вот от этой летучей дряни всякой вот и секунду и допустим со смолой до смолы в принципе тоже самое но совсем уже для гарантии очень хорошо это например делать в ванной он присели на край ванной до в раковине деталь поместили туда там шкурку открыли воду да и прям под водой под строю воды начинаете чистить во первых как бы у вас идеальная обработка таким образом достигается во вторых вся пыль которая получается в процессе работы да она тут же смывается строю воды и фановую систему уходит но пришли ковки понятно а чтобы вы могли порекомендовать вот если мы в основном больше времени мы используем клеи существует ли какие-то клеи вот именно для аллергиков или там для детей не такие токсичные но это вряд ли потому что даже любимый картонажниками клей пва он достаточно токсичен вот попробуйте как бы часто клей пва на кожу проливает да вот чтобы у вас там засыхал вы наглянуться не успеете как получите мощнейшее раздражение кожи потому что как бы клей по любому продукт нефтехимии да довольно мощный как бы внешнюю задача крепко склеить что-то вот в нашем случае наш бутиллацетат да он как бы должен растворить пластмассу и буквально сварить ее выполняет такую некую сварочную функцию единственное что по опыту своей работы вам посоветую когда вы пользуетесь циокрином допустим вот вы нанесли циокрин и поняли что нанесли очень много вы берете палочку ушную и начинаете вот протирать вот так вот если у вас здесь настоящий хлопок вы увидите идущий дымок от этой ватки наверняка обращали внимание да вот боже вас упаси вдыхать вот этот дымок крайне не рекомендую это очень опасное вещество получается вот в процессе соединения вот этой ушной палочки этого циокриного клея потому что в общем не забывайте что циокриновый клей да это создан по слухам из-за отходов химического оружия при уместожении химоружия вот ну а наши да вот они наши клеи которыми мы пользуемся и вот совершенно характерная надпись которая все объясняет что написано пуазон пуазон сиречь яд работать ядом всегда небезопасно и датчик хотел вас дополнить да у меня вот такая ситуация была из опыта когда вот не только ушные палочки дымят особенно вот моделисты любят сейчас есть такие аппликаторы или там иголочки которые не наносит да и после того чтобы не чистить этот инструмент они отжигают его на зажигалке и как раз вот вы правильно сказали про тот дым который идет после того как вот они очистили типа вот этот свой прибор к сожалению опыт такой был и попал дым после вот этого база разъедает очень очень серьезный дым человек попал прямо вдохнул в это время и его прям даже сработает пришлось отправлять домой это я да это как бы очень сильный такой сильный действующие так скажем средства до единственное что здесь можно посоветовать опять же нам принять какая штука аккуратно очень механическая обработка да и я вот как бы не делаю такой аппликатор я просто как бы на иглу либо на кончик иглы либо обычные зубочистки я их не чищу я использовал зубочистку да и выбросил использовал выбросил использовал выбросил либо счищаю лезвием ножа но здесь такой еще опасный момент да эти кусочки имеют плохую тенденцию отскакивать могут попасть в глаза вот этого крайне нежелательно поэтому лучше даже не чистить не смывать а просто выбрасывать когда перейдите зубочистки как бы пользуйтесь и выбрасывайте потому что они стоят там копейка кило да будет вам счастье как бы избавитесь от такой проблемы расскажите пожалуйста вот из вашего колоссального опыта если попадание вот модельной химии на кожу и слизистую оболочку вот что делать какая первая помощь это вода вода конечно первую очередь вода вода еще раз вода мыть 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 а вы знаете такая есть хитрость забавная давить многие пользуются акрином обильно оставляют его остатки на кончиках пальцев видно да вот она засыхает как бы блестит блестит как лаком лаком они смазаны вот и все что же что же делать что же делать есть несколько способов значит и самый первый способ забыть о том что он у вас находится на кончиков пальца этот акрин и спокойно лечь спать утром его не будет но здесь важно что не есть не пить глаза не протирать лица не касаться то есть руки держать на отдалении почему утром это не будет все дело в том что человек да в процессе жизнедеятельности потеет хотим мы этого или не хотим до через поры выделяются продукты нашей жизнедеятельности клей же нанесен на кожу и поднимать и поры он нанесен пленкой которая высохла но он лишается возможности соприкосновения с кожей за счет этих выделений потому что вот выделяется под неким давлением да и происходит отклеивание и циклин отпадает и утром у вас чёрт какие были га-8 чистые вот собственно поэтому произошло так вот мы можем этот способ использовать для быстрой очистки пальцев да люди с толстой кожей ну есть такие да у кого кожа как бы нежно у кого потолще люди с толстой кожи могут под горячей водой с мылом брать губку знаете вот и такие губки продаются одна сторона у них обычная губочная а вторая шероховатая такая волосато-шероховатая если есть у нас я даже попробую показать что-то подобное от сожалению не захватил собой обычной кухонной губка да 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 вот такая вот это идеальные средства горячая вода под струей намылили потерли смыли остался чуть-чуть потерли смыли все потому что горячая вода идет нагрев нагрев потоотделение в микродозах но это вполне достаточно плюс вы делаете обработку вот и у вас как бы следов не остается очень простой действенный способ я его пробовал единственно верю вот здесь такая вещь что когда вы стираете все-таки эпидермис на верхнем слой поэтому как бы аккуратно не усердствуйте да включайте головы аккуратненько все делаете либо просто в течение допустим вечера несколько раз несколько подходов под горячую воду просто подержать там руки на смыслом их помыть рано или поздно ногтем чуть-чуть подковырнуть и вы увидите как все у вас слезает как бы мгновенно да и следов этого клея не остается потому что никакая штука если не обращать внимание вы же ну там кушать пойдете глаз протрете кусочки будут осыпаться зачем вам куски этого клея попавшие в пищу да не нужно это для желудка поберегите он вам еще пригодится впереди у нас долгая жизнь и много-много модели которые нужно собрать это или как вы правильно сказали работайте в перчатках до работать в перчатках но понимаете тут довольно сложно во первых надо привыкнуть да вот я там например перчатки использую только в процессе вот тонировки и покраски это только левую руку не надо как бы да вот ощущать вот этот как бы видимо привычка что сила привычки до нужно чувствовать модель и чувствовать инструмент как бы сложно но зато у меня всегда чистые руки если раньше они были грязные до под ногтями все выжжены к обращению после покраски под ногтями зеленым зеленого вот а сейчас очистку буду никаких проблем нет а вы не встречались с химией вот от вас стоит такой пузырек придумали химию для чистки как раз цены крива да у меня есть таких видов 6 или 8 наверное он как бы до действенный но в в первую очередь где он может пригодиться да но не на руки да нет конечно не на руки ну нежелательно зачем лучше вообще не допускать попадания на руки да вот но если допустим попала то не знаю я не пробовал как бы потому что в основном я думаю его задача вот в нашем деле да вы склеили какую-то модель и клей но я знаю что некоторые клеит на цена крыла тебя я одно время как бы вам хобби работая мы же как любая модель невзирая на ее сложность вот у меня что модель 100 деталей что модель полторы тысячи да я должен собрать за месяц собрать написать статью декабы только одну вот и нам просто ему как бы у нас нет времени на все да иногда мы клеим циокрином и в этом случае да если вы неправильно склеили то это средство поможет вам просто эту модель разъять нас остальные части когда спокойно вы ее разобрали пролили раза на вас распалась вот и вы ее собрали уже заново как бы по новой вот но по-любому пример какая штука всевозможные дополнительные вещи такие средства какие-то всякие проливки заливки вот это называется модельной химии не то чтобы я противник этого но подходить к этому как бы даст осторожностью потому что в первую очередь не забывайте что она с вами о моделистах думаем в первую очередь мы сами и допустим нашей мамы с папой больше мы на этом свете никому не нужны и всем абсолютно наплевать на нас поэтому главная задача у производителя заработать деньги любым способом к сожалению да а наш с вами задача заниматься любимым хобби до остаться при этом целыми как бы и ну не тратить очень большие деньги на все-таки мы с вами не миллиардеры и дар твич вы уже сказали что вашей жизни был такой случай когда вы получили такое отравление что потеряли даже сознание ну да были ли вот у вас такие истории связанные с воздействием химии инструментов на здоровье ваших друзей который ну к сожалению как пример привести людям чтобы они понимали серьезность вообще данного вопроса но по счастью объемы который мы пользуемся да они не как скажем не смертельны все-таки да они невелики все-таки многие вещества которыми мы работаем они не такие уж и опасны вот и применяемых не в таких количествах поэтому таких каких-то сложных случаев не было единственное как бы до применяя инструменты имейте ввиду что все-таки многие вещи они так бы травмоопасны вот самое распространенное насколько я знаю травма это порезы от модельных ножей все дело в том что редко у кого встретишь абсолютно горизонтальный рабочий стол или помещение смысле на поверхность рабочую до ножи как правило и круглую ручку и когда его кладете он начинает катиться наверняка обращали внимание хватаете так сяк по-разному вот например олфа делает даже специальный выступ на ручке до чтобы прекратить это качение чтобы он как бы чуть прокатившись остановился наш инструмент самый главный а многие вот продолжают кататься потому что чистая круглая рукоятка вот здесь вот этот есть такой момент как бы дали бы стол аккуратно выставить либо знаете есть простой способ к рукоятке скотчем или изолентой приматывается какой-то кусочек пластмасски там кусочек деревяшки да таким образом формируется некий выступ который мешает нашему ножу катиться по столу вот и он у вас как бы вы его не бросили делая деталь да вот подрезали бросили клеите нож уже никуда не покатится как бы будут выступ будет и вымешать просто дешево и сердито скажите просто как вы на своем опыте как правильно на хранить опасных ими инструменты как вы храните особенно актуальный вопрос для тех кого маленькие дети да как можно дальше как можно выше безусловно вот потому что во первых не оставлять все это на рабочем столе если есть доступ у домашних животных или у детей к рабочему столу ни в коем случае но понимать какая штука можно нам и смеяться до типа старый перестраховщик на серии со мной ничего никогда не может случиться примете какая штука рано или поздно что-то всегда со всеми происходит то чего мы либо никогда не ожидали либо не считали что с нами произойдет ну как же мы же велики мы же единичный экземпляр кроме нас на планете земля больше никого не существует вот всегда когда-то что-то случается первый раз вот поэтому ну это же не трудно да взять наш клей и куда-то убрать на шкаф допустим и все нет больше проблем а то что там детали модель ну господи у меня и жена роняла модели дети роняли модели не делать из этого проблема честное слово добрый мир в семье гораздо лучше чем собранная модель там юнкерс или яка или т-34 ну модель то вы купите соберете заново либо это почините а иной раз мир семье восстановить сложно насколько огнеопасно модельной химии и чем вы категорически не рекомендуете пользоваться если вот такие некоторые просто наши коллеги пользуются химии автомобильные например она не модельная химикана красит машинки она же очень вредно это химия потому что сделано специально для да вот скажем краскораспылителей которые используются только строго в масках и даже если такая вот химик да сам пользовался значит у нас иногда используется так называемые жирные пластмасса да в нашем деле так обычно полистирол вот она жены пластмасса но в частности самые знакомые это фигурки 7 сторон масштабе да почему их не производит из полистирола хотя и дешевле и удобней значит из полистирола фигурки до недальнего времени отливала только немецкая фирма прайзер потому что их фигурки не рассчитаны на детей они только для опытных мука бы для взрослых моделистов у нас фигурки как бы да нет такого понятия у нас просто есть игрушка для детей такого-то возраста поэтому по нашим законам мы должны производители должны делать эти фигурки 7 сторон масштабе из мягкой пластмассы она плит или жирный и клеить ее невозможно ни циокрином не модельным клеем вот красить их тоже очень сложно вы знаете да что с этой пластмасса любая краска даже нитро слетает совершенно спокойно но автомобилистов у настоящих есть специальные грунты для жирных пластмасс вот как раз вот для такого они как правило не бесцветные вот ужасно вонючие ужасно как бы ядовитые они слегка подрастворяют пластмассу до въедаясь в нее и создавая таким образом поле до для дальнейшей покраски их используют например когда нужно покрасить пластиковый бампер машины и вот при пользовании такими веществами конечно вот такого рода маска это крайне желательно крайне необходимо потому что она защитит не только органы дыхания органы зрения потому что этот раз пылок звезда она висит в воздухе абы слизистой оболочкой глаза все это дело как бы купаетесь в этом веществе вот ну а в остальном ну краска да тоже желательно защититься как бы получше да потому что в основном там нитро краски они довольно ядовитый хотя последнее время автомобильной краски тоже переходит на водорастворимый акрил это видно когда кусочек краски на дверь автомобиль отщепился ты уберешь за край он у тебя так вот слезает ленты просто вот но тем не менее когда защищайте себя потому что автомобильные причиндалы они как бы хороши но очень узком сегменте нашего модельного творчества это в основном когда вы делаете модели автомобилей вот там эти краски конечно и растворители очень хорошо и дар ты говоришь вот сейчас многие модельные фирмы особенно китайские до представляют на нашем рынке такие покрасочные камеры вот как вы думаете для дома такая покрасок покрасочная камера она как бы есть ее смысл покупать потому что смысл вот про что вы говорите улавливание пыли да и запаха это две разные вещи же но но я так скажу я соорудил себе такую камеру к сожалению я не смог ее привести но тем не менее опишу покрасочная камера самодельная которую я извоял состоит из ящика купленного в икеа пластикового в него обычно домашний скарб упаковывают хозяйки да там я поставил лампу на верхней поверхности изнутри чтоб было видно что я как бы работаю на задней стенке прорезал отверстие туда вставил вентилятор купленный там живыки и гофра труба металлическая вот единственная проблема жалко резать окно поэтому я открывая форточку вот это вовру трубу выставлял на улицу значит сразу две проблемы первое этот вентилятор плохо тянет потому что надо видимо гораздо мощнее покупать этот вентилятор и второй момент зимой очень плохо пользоваться не очень удобно пользоваться потому что при открытой форточки да вот этот уличный холод эти минус 10 минус 15 они проникают в комнату и работать уже совершенно невозможно очень холодно поэтому такой летний вариант покрашенные камеры как правило да вот она просто из состоит вот из этого короба да иногда с вентилятором хорошо это плохо сложно сказать я считаю что проще вот купить полумаску да и обойтись этим потому что не такие уж нас вонючие вещества которым мы используем хотя кому-то как бы до короб может пригодиться почему он хотя бы улавливает вот эту красочную взвесь до которая разлетается из-под аэрографа в разные стороны особенно кто пользуется металликами да кто пользуется металлика именно конечно это очень кстати но с другой стороны что можно сказать если у вас все так сильно разлетается значит аэрограф у вас расстроен неправильно при как бы нормальной настройки аэрографа разлет осколков очень незначительный и достаточно как правило использовать для такого улавливателя этих брызг красочные до обычной коробки картонной хотя бы из-под той же модели до которую вы собираете это вполне достаточно чтобы она абсорбировала вот эту краску а запах ну запах мы уже говорили как с ним бороться и дарк викторич вы модели со стаж какому выводу вы пришли после многих лет занятий моделизм нужно ли соблюдать технику безопасности важно ли это давайте подведем вот итог на вашем опухе вообще вы знаете нужно нужно и важно потому что всякое бывает нашей жизни однажды помню собирал я модель самолетика такая замечательная модель с таким удовольствием ее собирал и так она у меня хорошо получалось но получила денег немного времена были бедные как бы вот и я использовал для обезжиривания и для как бы смывки обыкновенный бензин ну которая со своей шестерки откачал немножечко как тогда говорили отсосал дату через трубку вот у меня стоял мой бензин там краска стояла и я модельку собирал отвлекся положил модельку на стол что-то рукой так ударил по бензин то бензин упал на модельку крышечка открылась бензинчик потек и узнать какая штука сожрал он мою модельку то почти вдрызг я ее так вынимал в такую растекшуюся обидно было до жути обстоятельства если бы я как бы да ну просто расчистил бы себя рабочее место убрав бензин в одну сторону модель в другую краску в третью очень просто правда элементарно как бы да и многие камня проклянутся что вот какой там жлоб там чушь он советует же все мы это понимаем некая штука понимать понимаем но зачастую не обращаем на это внимание вы наверняка своей деятельности с чем-то подобным сталкивались и сталкивались неоднократно учитывая да уж клей то я не говорю про клей который падал да и который я заливал вот моя личная головная боль это маски средства для нанесения масок вот этих вот наших в резиновых так скажем да вот практически любое средство стоит не только купить поставить и начать наносить эту силиконовую масочку мне обязательно падает банка обязательно ни одной банки у меня вот так чтобы она не падала не было в моей жизни может быть порчу а что делать но и знаете вот все это выливается начинаешь это собирается уже удовольствие от процесса уходит остается только злость надо ли вам подумать стоит ли она того может быть проще расчистить место для драки ну что друзья вот такой интересный выпуск у нас вышел эдуард викторович большое спасибо что вы приехали к нам и затронули все-таки очень важную эту тему к сожалению эту тему ну скажем так некоторые товарищи считают каким-то все-таки знаете не мужским что ли разговором или но мы же не божики что остальные будет когда мы же моделисты мы же моделисты обязательно затрагивать эту тему особенно в клубах своих где вы там вместе красить и представляете работают 3 или 4 аэрографа сразу вот друзья а с нами в студии был эдуард викторович чукашев заместитель главного редактора нашего хорошего журнала российского обязательно читайте его м хобби всех благ здоровья пока а